друзья ну что выехали нормально вернее заехал во двор туда задом у него такой электро погрузчик сняли аккуратненько бэги объяснил нету молодой парень принципе думать это в районе 35 лет я так думаю наверно все-таки семейный какой-то у них бизнес по вот вот этим яблочным садами и по яблокам немного объяснил мне что где-то азота больше где-то меньше то есть где-то под молодой сад это будет подсыпаться добавляться где-то это потом рассказал как который там ну опять же разные обозначение вот эти бэги и говорит что я везу где-то то ли под клубнику то ли под патрику вот такие вот удобрения ну то есть надо как бы все равно удобрять а еще говорит зачем вот ну это вот азот а это для того чтобы была кожура немного такая прочная вот из-за этого чтобы знаете как яблоко чуть-чуть только ударилась или начинает то место уже как бы подгнивать уже и портится яблоко так они как бы их везут на валом там высыпает сыпает и вот как бы ударопрочный вот так сказать правильно но это в целях только именно чтобы доехала в плане того как бы правильно сказать чтобы из огорода или вот с сада и прямо на стол там вот так что доставить ну меньше отходов было меньше повреждения меньше всего вот так скорее всего так или он стояли ну вот такой вот яблочный рай мы попали вот непосредственно я говорю что именно вот в саму сердцевинку где вот все происходит так что друзья ну здесь не такой транспорт и гоняет и катается так что все видите все буквально как некоторые пишут грязно там и все такое да это то что я снимал там германии или швейцарии где там попадал это все было над дорогой то что ну видимая часть как говорится а вот здесь вот эта часть которая ну ну невидима это вот как бы сказать да и все ну вот оно есть вот здесь кстати он мне сказал что у него тоже работник есть с волынской области но говорит еще пока дней 10 осталось ему обсервации то есть приезжают помогают ну наемный труд тоже как бы используют они потому что ну самим какой-то там может с какие-то там гитары обработать ну тяжеловато вот вот такое вот такие вот моменты кстати с левой стороны тоже чем мы смотрим а это дороже может продают а может честно даже не скажу открытые тенты может какой-то фермер уже готовые полуприцепы загружайте и отвозите насчет того чтобы угостил даже не предлагал ничего не сказал я и не просил абсолютно так что друзья ну если бы дал бы там на тип пакетиков там 35 яблок как бы я против ну не дал нас не дал я с этого трагедии не будем спокойненько имеем возможность купить и сколько ты его там на возьмешь ну я с собой принципе вот в работу на каденцию сколько там на месяц там беру килограмма 4 5 вот так вот стараюсь по яблочкам день там с утренца вот где-то вот пару яблок там игрушка какая-то вот помыл на торпеду положил здесь во время движения утречнего то есть как-то вот захотелось чуть-чуть раз под крестом вот такие моменты вы видите здесь и тут же вот что так застроили светили они дату и выставили такой живой живой забор справа видим ящики 1 2 3 5 высоту даже из 6 по моему складские помещения такие высокие это то чтобы его как-то хранить наверно там даже вижу от кондиционер какая-то вот виднара должна быть температура но и рядом же построили то есть видите как бы дом и тут же склад но вот так как все я для того добежды сайта и жить на вот в одном месте главное поверните направо главное направо кто-то вот кто так кто-то вот кто так капец объезжать на слева объезжать справа и полиция едет а мы посмотрим как наверное на наш по знаку давайте наверно все таки назад сдадим до сзади никакой машины нету не знаю зачем они так поставили такой вот в реальных грузовику выезжать именно вот так как-то не с руки зачем непонятно застолбили еще таким перегибом но мы сделаем все по правилам пускай будет ну вот поехал рев рефрижератора вот как раз вот такие машинки грузят и отправляют уже по назначению все в желтых пакетах такое как чувство вроде бы выдают эти желтые пакеты мусорные хотя не факт просто вот где-то вот здесь магазин и ну покупают продукцию вот такого так что такое вот я не знаю как ролик этот ира назовет сказать яблочный рай вот или как бы еще я не знаю но это и даем же усмотрение все названия это все идет все ее умышления так что ей карты в руки мое дело вот это вот дорога и и все что вокруг и у возле нее да может быть весна не такая вот картинка яркая срочная смотрите слева пдр даже два вот так папа вам и там еще есть военная техника вот видите друзья если б я сейчас камеру выключил да зилы и камазы урал и вот стоят такого там чудо и польский еще есть вот такой типа металлолом вроде бы знает нас может человек знаете как где-то выкупает именно такой списанный металлолом потом же чего загоняют бокс и его реставрируют ну понятно что не для стрельбы а просто как для восстановить раритетная какая-то военная техника вот и я скажу даже так даже есть покупатели есть поклонники есть этому ценители какие-то вот я думаю но опять же все насколько это если есть смысла это реставрировать да чтобы ее там за него попросить какую-то сумму денег найти покупателям данного автомобиля либо тут иной техники но это как картину до художника против и пишет одну вторую третью но он одну продал рубаря за 1000 евро или там а вторую а следующую оценили в 300 тысяч евро видите то есть так же самое может быть и здесь есть какой-то покупатель на эту и готов заплатить за нее такую сумму денег но как бы и почему бы нет ведь у каждого разный бизнес свой так что но опять же это мои мысли это мои допуски не буквально так может совсем там по-другому и а так додумываю так же так топлива топлива 4 ну почти 5 тот же самый вот такие моменты друзьям да я буду до весна она не такое яркое ну если бы это было летом и без жилья осенью то есть яркая красивая сочная то есть и опять же чтобы там погодка солнечная хотя вот солнышко чуть-чуть что вы начинает выскакивать так у меня хлеба нет но думаю как так уже до вечера протянем ладно едем далее друзья но и впереди вот автомобиль и там деле деле виднеется вот кучка такая яблок я к чему хочу сказать и может сейчас давать я немного под топлю чтобы до его поближе догнать ведь это обрежтовка которую добавили вот в этом случае перевозить как можно больше продукции но это вот только здесь могу видеть а в германии в австрии на этого не увидишь вот так вот чтобы наращивали порта какие-то вот сбивали там из досок там юсб может какая-то вот насыпал отвезли я понимаю что это на какой-то консервацию какую-то либо на соки на переработку но а здесь можно что-то я к чему хочу сказать и вот такой живчик побежал ну чё едем уже 85 вот я тоже еду вот 90 просто идем мы начинаю засыпаться па-пам ну скорее всего наверно просто здесь дорога ровная и можно ездить разогнаться вот только из-за этого ну реально едем 90 так 50 смотрим не сбавляет а вот и с 7 за которой нам нужно выехать я могу он сторону варшавы идет вот такие лихачи не ну видите они местные не знают наверно что радара какого-то нету там полиции не видно там она поехала вот на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните направо могут себе позволить немного притопить так ну что мы въезжаем на с 7 и едем в сторону радома вот там в околице радома нас еще ждет две выгрузки я думаю что мы включимся посмотрим чем там на этой земле они удобряют вот этот ну то что я везу удобрение для какого и для чего для какого сорта овощей либо же фруктов ладно едем далее друзья Польша 4 марта 21 года и за 10 часов утра за бортом плюс 6 высота 143 метра вот так это apan